Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас крайне полезная и необычная тема. Заготовка листьев с огородных культур, с ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сегодня я расскажу, как правильно их заготовить, как правильно применять и в чем их польза. Начнем, пожалуй, с общих правил заготовки. Листья нужно заготавливать с тех деревьев и кустарников, которые не обрабатывались жесткой химией. Особенно системными препаратами, которые могут на долгий период накапливаться в тканях растений. Не следует также собирать листья и различные лечебные травы вблизи автодорог, в каких-то промышленных районах, в городах. Это не экологические зоны. Нужно собирать листья растений только в чистых зонах, где хорошая экология, хорошая местность и нет различных неблагоприятных факторов. Теперь поговорим непосредственно о тех растениях в нашем саду, у которых можно заготавливать листья. Первое растение – это, конечно же, всем известная вишня. Вишневый лист издавна применяется в фитотерапии и в кулинарии. Вишневый лист богат такими витаминами, как А и Б, содержит пектин, а также различные микроэлементы. Листья вишни собирают в молодом возрасте, лучше всего после цветения, когда они совсем еще молоденькие. Но если не успели собрать их в этот период, можно и попозже, когда они еще молодые. Сейчас у нас конец июня, однако собрать вишневый лист еще, конечно же, не поздно. Вишневый лист можно использовать для приготовления чаев, можно использовать в кулинарии. Наверняка все вы знаете, что вишневый лист помещают в банки, когда закатывают огурцы, кабачки или томаты. Он придает закатанным овощам хороший аромат и вкус. Однако вишневый лист можно применять и для приготовления варенья и чаев. Для чая понадобится всего несколько вишневых листочков. А если вы делаете варенье, на литр варенья примерно 5 листиков вишни. Особенно хорошо добавлять вишневый лист в такое варенье из крыжовника, либо красной смородины. Вишневый лист будет придавать варенью аромат вишни. И когда зимой открываешь баночку с вареньем, на всю квартиру стоит вишневый аромат. Чай из листьев вишни хорошо принимать при болезнях почек, при мочекаменных болезнях. Он обладает мочегонным эффектом, хорошо выводит токсины и тяжелые соли из нашего организма. При умеренном потреблении чая из вишневых листьев никаких противопоказаний нет. Чтобы посушить листья вишни, вот такие я насобирал молоденькие веточки, их нужно собрать, поместить в какое-либо затененное место, где есть хорошая циркуляция воздуха. Это может быть крытая беседка, это может быть навес, защищенный от солнца, либо чердак. В таком помещении, вентилируем, листья быстро высохнут. Их можно затем поместить в какие-либо баночки, например, бумажные пакетики, и сохранить на зиму. А затем заваривать чай. Можно заваривать вишневый лист отдельно, а можно смешивать с различными травами, либо тем же черным чаем, который мы покупаем в магазине. Вторая культура в нашем саду, о которой я хочу рассказать, это, конечно же, смородина. Все наверняка знают, какой потрясающий аромат у листьев черной смородины. Но смородина обладает не только ароматом, но и полезными свойствами. В листьях смородины много витамина С, много различных микроэлементов, а также различных эфирных масел, благодаря которым смородина имеет вот такой сильный запах. Собирают листья смородины до созревания ягод. В этот период в них больше всего различных полезных веществ и витаминов. Чай из листьев смородины является отличным витаминным средством. Он икрепляет иммунитет, и тонизирует весь организм. Благодаря фитонцидам, которые содержатся в листочках смородины, чай обладает антибактериальными свойствами. Он так хорош при различных простудных заболеваниях и ангине. Нужно сказать, что смородиновый лист, так же как и вишневый, используют не только для приготовления чая, но и для домашних заготовок. Хорошо добавляют для аромата смородиновый лист в различные закатки. Например, в соление огурцов, томатов, либо перца. А еще хорошо ставить березовый сок вот с таким вот смородинным листом. Сок получается очень вкусным и ароматным. Третья культура, опять же, одна из самых популярных в наших садах, это малина, около которой я сейчас нахожусь. Заготавливают листья малины в период цветения, но можно и в более поздние сроки, например, если у вас посажены ремонтантные сорта. Сейчас передо мной летняя малина, однако у меня больше всего посажено сортов ремонтантных. И недавно я проводил нормировку побегов, удалял лишние молодые побеги. Вот их я использую для приготовления чаев. Засушиваю венички, а затем зимой завариваю чай. Если у вас летняя малина, то также можете собрать листья с молодых вот таких вот побегов замещения. Если у кого-то на участках нет малины садовой, сортовой, то можно заготовить малину и в лесу, ведь лесная малина будет еще более полезной. В листьях малины содержится большое количество различных витаминов. Это витамины группы А, В, С, П и другие. А еще в листьях малины, как и в плодах и в стеблях, содержатся различные микроэлементы и солициловая кислота, которая по сути является природным аспирином. Поэтому так нужно принимать малиновый чай при простудных заболеваниях, ведь он помогает бороться с температурой и с простудными заболеваниями. Нужно сказать, что отвар из листьев малины не только полезен для приема внутрь. Отвары и маски из листьев малины хорошо тонизируют кожу. У кого-то могут быть проблемы с кожей, какие-то высыпания, какие-то небольшие морщинки. И если сделать отвар из листьев малины, сделать компрессы из перетертых листьев малины, то кожа становится как у младенца. Разравниваются морщинки, кожа приобретает нормальный здоровый вид. И еще одна культура. Конечно же, эта культура не в свойственной для каждого сада, но ее очень часто можно встретить на приусаденных участках, либо где-то около дачных поселков и даже в лесу. Это, конечно, липа. Вот вы видите, у меня в руках веничок липы. И неспроста. Листья липы очень полезны. Но полезны не для заваривания чая, а для других целей. И сейчас я вам расскажу для чего. Все знают о пользе липового цвета для здоровья, для заваривания чая от простудных заболеваний. Но и листья также полезны. В них содержатся фитонциды, каротиноиды и различные полезные микроэлементы. Главное достоинство листьев липы – это способность снимать отечность суставов, выводить различные соли из организма. Итак, как же применять эти листья? Самый простой способ – это заготовить вот такие венички. Их можно использовать как сразу, в свежем виде, так и сушить на зиму, заготавливать на зиму. Когда сделали вот такой веничек, залейте его в тазике горячей водой, а затем потомите на медленном огне примерно полчаса, дайте настояться еще несколько часов. Затем вновь подогрейте отвар, и в таком отваре попарьте примерно 30-40 минут. Ноги, все соли из организма уйдут, и ноги, суставы перестанут болеть. Кстати, кто не хочет заморачиваться с такими вот отварами, можно сделать просто липовые веники для бани. Если ходить с таким веничком в баню для здоровья, это будет только на пользу. Обязательно заготавливайте травы и листья наших растений в сезон, ведь чай из них гораздо лучше, чем чай из магазина. Он натуральный и хорошо оздоравливает весь организм. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!